Всем привет! Привет! Вы на канале Алиса Изи Пэтс. А здесь живет ваша любимая хомячиха, которую зовут Фанта. Та самая знаменитая, которой делали тест на беременность. И мне нужно сегодня у нее сделать уборку. Как вы знаете, я делаю у хомяков по очереди уборку. И сегодня вот наступила у нас очередь Фанты. Она пока не выходит из домика. Выходила, посмотрела и зашла обратно спать очень хочет. Пришла зима, и все хомяки у нас стали больше спать. Чем холоднее на улице, тем реже хомяки выходят. Бегают в основном, рано выходят только те хомяки, которые очень молодые, которым по 2-3 месяца. Это типа там Ореша бегает, китайцы бегают наши. Ну, вернее, китаянка маленькая, ама которая. А остальные все хомяки, как только наступают холода, они много спят. Так что, если ваш хомяк по холоду спит, не удивляйтесь, это нормальная. У них привычка такая. Поставила Васе на когтеточку колесо, Вася обиделся. Сейчас еще лапами его бить начнет. Видите, кот ревнует в своей когтеточке. Обещала, сниму видео, как мы кота приучили к когтеточке. Причем так, что к нему прикоснуться теперь нельзя. Он бьет меня лапами, если я ее трогаю. Ладно, об этом расскажу. Обещаю, расскажу. Подпишись, даже если у тебя лапки. Убрала погрызушку. Обязательно хомякам кладу, чтобы зубы стачивали. И здесь у нас миски, смотрите, стоят без подставки. Почему? Потому что перекидывает постоянно. Вместе с подставкой хомяк перекидывает, подрывает у нас миски. Я сегодня решила заменить на одну большую. Воды почему-то выпила много вчера. Ну, не знаю. Может, сухо в квартире сушит. Ну и что, придется домик поднимать, хомяка будить. Но, если честно, она не спит. Потому что она уже выходила. Забираю домик. И у меня будет сейчас уборка. А Фанта пока пойдет в переноску. Смотрите. Я не знаю, вы мне пишите, я читала вчера комментарии, что хомяки ваши салфетки куда-то девают непонятно куда. Смотрите, какие мелкие. Сирийцы тоже вот такие делают мелкие. Кусочки из салфеток. Совершенно маленькие. И еще у меня кто-то писал в комментариях, вчера прочитала. Что делать? У меня хомяк ушел из дому после уборки. Я вот, смотрите, вот это вот возьму из гнезда, отложу немного. Чтобы потом положить на то место, чтобы хомяк сидел в домике. Фантик, поехали, моя дорогая. Вот такая она у нас толстенькая. Вот такая она у нас хорошенькая. И такая ручная девочка. Ты моя хорошая. Ладно, мне нужно быстренько убирать, чтобы ты потом опять легла спать. А тут день, днем хомяки все спят. Если вы вдруг не знали, хомяки ночные животные, они по ночам бегают. А здесь я буду выгребать вот этот кукурузный наполнитель. В нем также много осталось кукурузы. Хомяки обычно ее поедают. Но я смотрю, что здесь кукурузы много осталось. Надо что-то треснуть. Можно, если всю кукурузу съесть отсюда. И буду стелить опилки. Кукурузный наполнитель у меня закончился. Подпишись, даже если у тебя лапки. Вымыла я контейнер. И поскольку у меня кукурузный наполнитель закончился, буду засыпать не хвойными опилками. У меня липовые. Они такие непыльные, хорошие. Не знаю, может быть, даже хомяку будет теплее сейчас на опилках, потому что на улице похолодало. Нет, в квартире, конечно, не похолодало. Но как-то хомяки это все дело чувствуют. Готово. Первым делом мне захотелось поставить колесо, потому что самое главное для хомяка, это даже, наверное, не домик, самое главное для хомяка колесо. Хомяк не будет бегать в колесе, которое маленького размера. Если оно ему не подходит, то он не будет в нем бегать, из-за того, что ему будет неудобно, спина будет болеть по стенам. Салфетки оставляла из старого гнезда. Буду их ложить вот здесь и ставить домик, чтобы она знала, куда ей идти домой, чтобы не заблудилась. И вместо вот таких двух мисочек, которые у нас всегда на подставке стояли, поставлю вот такую импровизированную большую кормушку. Это пепельница. Можно купить в обычной посудной лавке. Они стоят недорого. Очень хороший вариант, потому что в них тяжелое дно, и хомяк вот такое не перекидывает. И обязательно же насыпать нужно корма. Смотрите, какой корм чудесный! Как здесь много всяких вкусняшек! И семечки, и травки. Кстати, хомячки очень любят кушать клевер. А, еще! Часто мне пишут, ай-яй-яй, мой хомяк из корма ест только черные семечки, тыквенные и орешки. Что же мне делать? Да не давайте! Вот пока не съест все, не давайте! Вот представьте, что если бы вы кушали только одни конфеты, какое бы у вас здоровье было, и вы бы, конечно, всегда выбирали только конфеты. Поэтому пусть ваш хомяк доедает все, что есть в миске. Когда хомячок доест все, что в миске у него было положено, все зернышки, и гречку, и пшеничку, и гранулят, то тогда уже можете насыпать новую дозу корма. А иначе хомяк будет выбирать только вкусняшки. Поскольку фанта у меня приноровилась ходить сюда в угол, попытаюсь ее приучить ходить в туалет. Она бы ходила в туалет. Но дело в том, что когда я прикручиваю туалет, а они все легкие, пластиковые, то фанта его перекидывает. То есть мне нужно просверливать дырки во всем туалете, чтобы прикрутить его во всех местах. Это хомяк, который поднимает все, что можно поднять. Попробую поставить сюда песочницу. Сирийского хомяка можно приучить к туалету на песочек. Мыться он в нем не будет, но в туалет, возможно, пойдет. И поскольку прохладно, обязательно побольше салфеточек, чтобы построить гнездышко. Возвращаю на место погрызушку, а фанта уже решила сбежать. Фанта, не надо убегать, прошу тебя. Ты нам нужна, мы тебя любим. Ты хоть и хорошая, и не ешь наши вещи, но хотелось бы, чтобы ты у нас жила вот здесь. И гуляла вместе с нами, а не сама отдельно. Хоть кот тебя и не трогает, потому что кот вообще хомяков не воспринимает никак. Он вырос вместе с ними. Он думает, что хомяки это точно такие же кошки. И еще иногда он их побаивается. Хотя хомяки ничего плохого коту не делали. Ну вот, уборка у фанты закончена. Какой же закончена? Я же ей поилку не прикрепила. Прикреплю-ка я ей поилочку вот здесь. Если вдруг будет капать, то вот сюда это не страшно, в песочек. И еще я приготовила и кусочек яблока. Фантик, Фантик, выходи. Фантик, смотри, я тебе яблоко сегодня принесла. Я знаю, вы любите яблоки. Для тех, кто не в курсе, обратите, пожалуйста, внимание на нашего церкового хомяка. Я не то хотела сказать. Но хомякам яблоко можно давать, когда им исполнилось 2 месяца. Потому что иногда у них животики болят, если они сильно маленькие. А взрослым хомячкам яблочко можно. Вот, пожалуйста, тебе яблоко, корм. Туалет тебе поставили? Ох, посмотрим, перекинет она его или нет. И сейчас Фанта ищет место, куда же ей пристроиться. Так, паилку я, пожалуй, наверное, перевешу. Потому как она тут по песку шастает. Сейчас в домике нанюхает, что у нее там гнездо ее пахнет. И пойдет туда, вот посмотрите. Единственное, что она будет делать, скорее всего, сейчас будет добавлять в домик салфеток. И очень часто хомячки могут быть злыми после уборки и кусать вас. Но у нас сирийские хомячки не кусаются вообще. Кусаются у нас бывает иногда после уборки джунгарики и кемпики. Кнопа вчера орала, как резаная, на меня после уборки, когда она поняла, что я ей все попереставляла и вообще забрала ее бешеные запасы корма. Посмотрите предыдущее видео, зайдите. У Кнопы корма была полный домик. Не верите? Зайдите в предыдущее видео, гляньте. Ну и что, песочницу ты увидела, да? Гулять хочется, вернуться в старый домик. Поэтому, если вы убрали, и хомячок на вас обиделся, ну, подождите какое-то время, чтобы он привык после уборки, потому что хомяки страшно не любят, когда у них упирают. Ну, а мы, пожалуй, перейдем к нашей постоянной рубрике распаковка писем и посылок. Кто любит фантика, поставьте ей лайк. Буду тогда чаще про нее снимать. И сегодня в нашей рубрике распаковка писем и посылок от наших подписчиков письмо от Айгуль из Самары. Открыла письмо и смотрю, что здесь очень много конвертиков и огромное количество рисунков. Давайте начнем с письма. Здравствуйте, Изи-семья. Меня зовут Айгуль. Мне 9 лет. Я живу в городе Самара. Учусь в 3-м классе. У меня в деревне есть 2 кота-мальчика. Черно-белого зовут малыша. Полосатого Мурзик. Я мечтаю о хомяке Роборовского. Мне очень нравится ваш канал. Я люблю всех ваших животных, а особенно Васю. Ларису и Дарину, Твиксов, Кнопку и Куки, Орешу и Пепси, Енифер и Фанту, Ментаса и Стешу. А сейчас немного вопросов. Сколько всего питомцев? Всех питомцев можно посчитать в начале каждого видео. Они все есть в заставке. Хотите завести еще мыши, когда этих не будет? Хотела бы, но если найду хороших заводчиков. Мне бы хотелось, чтобы мышки жили чуть подольше. Алиса любит ходить в школу? Да, и она об этом часто говорит на канале Изи Роза. Алиса не хочет дистанционку. Она хочет ходить в школу. У нее классная школа. Заведете канал для челленджей и пранков? К сожалению, нет, потому что челленджи и пранки это тема, которая была около двух или трех лет назад на Ютубе, а сейчас Ютуб это все рассматривает как оскорбление личности и не продвигает такие видео. Хотите еще ребенка? Нет, мне хватает Алисы и огромного количества питомцев. Почему Фанты нет на канале? Фанта есть на канале, видео сегодня, они, как я письмо, вовремя распаковала. Кто сидит в террариуме? Левис или Прада? Левис, конечно. Я часто об этом говорю, если я ее снимаю. Давайте посмотрим, что запаковано вот здесь в конвертиках. Для Алисы Изи, подпись, для Алисы Изи прислали вот такую раскраску. Ноутбук. Слушайте, это похоже на ее стол. Вот серьезно. ноутбук. У нее помимо компьютера еще стоит вот такой стакан. Но самоката у нее нет. Книжка, очки и все-все. Передам ей. Интересно, как она отреагирует. Для Изи Розы. Мне всегда интересно распаковывать. Ой-ой-ой. Я, кажется, что-то порвала. Вот в чем минус вот таких вот конвертиков. Эх. В таких конвертах никогда не знаешь, что там внутри. Надрываешь. Оказался. Там был Вася. Только, видимо, постриженный. Жалко. Еще в конверте лежала маленькая розочка. Я когда-то своими руками розочки такие делала. Мне очень нравилось лепить из пластилина. Я делала Алисе приколки, обручи, украшала вот такими цветочками. И три резиночки замечательных цветов. Фиолетовая, синяя и розовая. Вот здесь надпись «Открой, когда захочется экзотики». Всем сначала понюхай этот пакет. Пакет понюхала, честно говоря, ничем не пахнет. Видимо, давненько посылочка у нас лежит. Теперь на просвет посмотрю. Да нет, вроде ничего не порву. Здесь какая-то экзотика. А экзотика чайлифта. Интересно. Люди, напишите мне, пожалуйста, что это за экзотика. Потому что он чем-то пахнет, но я не пойму чем. Поэтому подписывайте чай. А вдруг я захочу такой же и не буду знать, как он называется. Потому что здесь три пакетика чая просто с надписью «Липтон». Если бы была какая-то надпись, я бы хотя бы знала, что пьем. Спасибо большое. И для Алисы прислали что-то вот в таком конвертике с сердечками. Очень милая. какая-то картинка, которая меняется. Вам видно? То зеленая букашка, то вот такой фиолетовый человечек. Я даже мультик такой не знаю. И Алисе прислали тоже резинки, только ей красную, желтую и оранжевую. Мы любим яркие цвета. Спасибо большое. Очень приятно получать такие подарочки. А теперь рассматриваем рисунки. Знаете, я еще нашла вот такую ниточку. Может быть, это что-то было перевязано, а может быть, это бантик для Васи. Сложно предположить. Если что-то отправляете непонятное, пишите, пожалуйста, в письмах, потому что мы такой народ, что дикий, как говорит Алиса, и не все знаем. Первый рисунок Алиса Изи, подпишись, поставь лайк. Второй рисунок это Вася с его любимой рыбой. Еще заставки у меня есть Алиса, пятнышко и трусишко. Это мышки, которые у нас жили. Не все, сейчас осталась только одна. Еще дружные Лариса и Дарина, которые держат за лапки. Очень мило. Твиксы, почему-то с надписью бокс. Потому что, наверное, они потому что дерутся, но они уже не дерутся. Здесь старая картинка Тедди и Наф-Наф. Она уже немножко изменилась. Все вспомнили Тедди. Здесь кнопочка и Куки. Куки сидит в колесе и ест червячка. Еще одна картинка Ореша и Пепси. Орешки дают червячка. О, ну, какая-то такая грустная смайлик получился. Стрелка готовит побег, а Енифер просится хочу наручки. Здесь хомячки похожи на людей. У них есть даже свои мысли. Фанта танцует, поет песенку и что-то она кушает. Я думаю, червей, наверное. А может быть и нет. Не знаю. Также Мики. Честно говоря, мне Мики напоминает немного Енифер по цвету. Только вот он пушистый. И еще Никитос и Ментос. Видимо, давненько у нас это письмо лежит. И последний рисунок это Стеша и Орео, которая бежит в колесе. Спасибо большое Айгуль. Очень большое письмо. Очень много труда в этих рисунках. Они красивучие. Передам их Алисе. Передам обязательно вот эту раскраску, подарки твои. Ну и для тех, кто хочет отправить нам письмо или посылку, нажимайте на треугольничек под видео. Там в описании видео есть ссылки на наши товары, которые можно купить ВКонтакте. И еще есть обязательно ссылочка, куда можно отправить письмо. Там полностью написан наш адрес. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Всех люблю, целую. Загляните на канал Изи Роза. Может быть вы пропустили выход нового видео. Всем Изи пока! Субтитры